МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем удивляли организаторы? Горячая пора. В Бобруйском районе зафиксировано сразу несколько пожаров. В результате пожара уничтожены два сарая, повреждена кровля. Есть ли пострадавшие? И плавилась броня. В деревне Щатково прошла масштабная военная реконструкция. Я стоял, рядом стояли взрослые пожилые люди, они пускали слезу. Как это было? А также безопасный атом, тест на сто и надежный партнер. Александр Лукашенко встретился с главой компании из Объединенных Арабских Эмиратов. О чем говорили? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День города с размахом. По традиции в Бобруйске торжества прошли на нескольких площадках. Центральное стало площадь Ленина. Вальс трактора, фаер-шоу, концерт ансамбля «Песняры», праздничный салют, малая часть сюрпризов, которые поджидали горожан. Обо всем по порядку. Карина Гуревич. Отмечать День города Бобруйск начинает 25 июня. С главной концертной площадки звучат поздравления от руководства области, иностранных делегаций и творческих коллективов. Станислав Румянцев и Валерий Бусил этот вечер запомнят надолго. Теперь они почетные граждане Бобруйска. Первый – генерал-лейтенант в отставке, последний – командующий 5-й танковой армии. Второй – врач-хирург. Здравоохранению медик отдал больше 40 лет. Спас сотни жизней. К работе я всегда старался относиться соответственно. Я считаю, что помог тысячам людей. Но, собственно говоря, я не ожидал, что мой труд будет как-то согласен. Вы знаете, это просто действительно неожиданно. Никто мне не сообщал. Ну, конечно, приятно. Когда руководство города, руководство, ну и коллективы, и депутаты городского совета, они поддержали, значит, я что-то достоин. Как известно, ни один праздник не обходится без подарков. Суббота, 10.30, пятый микрорайон. Самый долгожданный и волнительный момент – перерезание красной ленты. 900-метровый участок дороги от Шинной до Ленина – уникальный проект для Бобруйска. Главное ноу-хау, материал из которого она сделана – бетон. Срок эксплуатации – 20 лет. Четыре остановки, три светофора, две велодорожки и площадки для отдыха. Строителям понадобилось чуть больше года. Далее у нас проспект строителей, вот на котором мы находимся. Продолжение, которое существует участок, идет до улицы Сикорского. Вот эта дорога в планах, она в ремонте. И интернациональная улица, которая уже на данный момент, она находится уже в ремонте. Там уже сняли покрытие, проводим работы по устройству борта. Дорогу ждали вообще? Очень долго. Нравится? Не знаем, оцениваем. Ну, какие первые впечатления? Ну, приятно как-то, что-то новое, интересное. Наконец-то будет проезд улучшаться и, в принципе, будет разгружаться. К новой дороге прилагаются 10 современных автобусов МАЗ-203. Эта низкопольная модель полностью отвечает европейским требованиям для перевозки пассажиров от дизайна до начинки. Комфортные условия как в салоне, так и в кабине водителя. Здесь предусмотрена безбарьерная среда, светодиодное освещение и даже кондиционер. Первыми испытывают транспорт и магистраль жители микрорайона и иностранные гости во главе с мэром города. Ну, уверен о том, что это только начало тех новых дорожных артерий, которые мы начали строить в городе. Будут продолжения в том числе и тротуаров, плюс велодорожки, которые выйдут на Георгиевский проспект. Конечная остановка – новый физкультурно-оздоровительный комплекс в седьмом микрорайоне. Внутри пять залов – гимнастический, тренажерный, теннисный корт, площадка для игровых видов и аэробики. Всего более пяти с половиной тысяч квадратных метров пропускаемой свыше сотни посетителей одновременно. Осталось установить оборудование, и тогда ФОК заработает на полную мощность. Праздник проходит в нескольких точках города. На Минской – парад МЧС. В колонии спецмашин – современная техника. Она изо дня в день помогает спасать жизни, справляется с боевыми задачами на суше, воде и воздухе. Удивлять иностранных гостей в Бавруйске умеют. Колоритный вальс тракторов – шоу, которое наверняка останется в воспоминаниях каждого присутствующего. На Горького доносится запах шашлыка. Здесь проходит благотворительная акция «Запрошаем смачно есть». Фишка гастрономического фестиваля – все блюда готовят руководители бавруйских предприятий. На несколько часов они меняют деловые костюмы на фартуки и колпаки. Здесь и гости города. Уже в неформальной обстановке иностранные делегаты обмениваются впечатлениями. Люди чувствуются, любят свой город, его историю. Люди сохраняют добрые традиции. Я от всей души желаю бавруйского процветания. Пусть процветает Беларусь, пусть будет вечным городом Бавруйск. Пусть каждый житель города Бавруйска смотрит с уверенностью в будущее. Я первый раз здесь, в вашем городе. Я очень-очень восхищен. С праздником вас, ваши гостеприимства, теплое-теплое отношение и развитие города у нас восхищает. Еще раз с праздником и желаем всего наилучшего вам. Приезжайте в Грузию, мы вас ждем и любим. Тем временем на главной сцене города сердца бавруйчан растапливают песняры. Ансамблю подпевают как взрослые, так и молодежь. В программе «Косил ясь конюшину», «Молодость моя», «Молитва» и «Беловежская пуща». Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Я поздравляю город Бавруйск с этим прекрасным праздником. Нам очень хочется сказать о том, что очень красивый, чистый, красочный город, приветливые, приятные люди, очень много красивых мест, заведений. Город расцветает, растет, и мне очень приятно здесь находиться, и нам бы хотелось почаще к вам приезжать. Как вам концерт, как вам программа, которая в городе? Мы подошли вот недавно, и ну прекрасно все. Чувствуем себя замечательно. Ну какие у вас планы еще на сегодня? Ну, посмотреть еще салют. Я в восторге. Я не была три года здесь, и вообще я родилась в Бавруйске, но 25 лет живу в Москве. Поражена и очень поражена городом, и вот этим праздником, который устроил город, просто великолепно. Мы сегодня были в детском парке, там вот для детей очень хорошее было развлечение, шоу мыльных пузырей. То есть дети в восторге, очень играли, понравилось. И с погодой сегодня не так жарко. Магия живого огня. Пластика тел и сложные, отточенные до совершенства трюки. В 22.40 на площади Ленина начинается фаер-шоу. Горожане достают свои смартфоны, снимают мастерство управления прирученной стихией. Уже в 23.00 в небе раздаются залпы праздничного фейерверка. На такой счастливой ноте город завершает второй день торжества в честь освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. 29.00 июня кульминационное событие. В 10.00 и 11.30 пройдут возложения к памятникам, а в 18.00 на сцене театра имени Дунина Марсенкевича концерт «День памяти». Таким город запомнит 634-ю годовщину. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Беспощадное пламя. В Бобруйском районе зафиксировано сразу несколько пожаров. ЧП в деревне Гончаровка произошло сегодня ночью. На номер 112 позвонила мимо проезжающая женщина. Как позже выяснилось, жилища хозяева используют как дачу. Во время пожара внутри никого не было. Стихия могла распространиться на соседние дома. Спасатели подоспели вовремя. В результате пожара уничтожены два сарая, повреждена кровля, перекрытие и некоторое имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Еще одно сгорание зафиксировано в пятницу. В переулке переездом полыхал жилой дом барачного типа. Сообщение в МЧС поступило в 21.30. Здесь пострадавших, как сообщается, тоже нет. Специалисты проводят проверку. Поспешишь людей, насмешишь. Водитель легковушки превысил скорость, в результате чего врезался в дорожный знак. ДТП произошло вечером 25 июня. Водитель Ниссана двигался по улице Минска, не соблюдая допустимые по городу 60 км в час, не справился с управлением и заехал на строк безопасности. У Японца оторвало передний бампер. Никто не пострадал. В результате ДТП был причинен материальный ущерб. По факту ДТП проводится проверка. Самостоятельно покинуть место происшествия автомобиль не смог. Пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. ЦТ-2021. Запрет снятый питомца на борт. Белавиа заболевает перевозку животных на чартерных рейсах. Какие условия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко встретился с главой компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Беларусь успешно на протяжении нескольких лет сотрудничать с этой страной. Как отметил гость, белорусская экономика работает стабильно, и это хороший знак для инвестора. Бизнес Персидского залива реализует в Минске масштабный инвестиционный проект «Северный берег». Он включает возведение большого числа объектов. В первой очереди строительство, национальный выставочный центр, площадка для международной торговли и институт искусственного интеллекта. В Беларуси начало работу агентство по атомной энергии. Специалисты МГТ оценят надежность БелАЭС. Проверка продлится по 9 июля. В центре ее внимания – национальный режим безопасности ядерного материала, его транспортировка, а также информационная и компьютерная защита. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня абитуриенты проверили свои силы в иностранных языках. На выбор были китайский, немецкий, французский, испанский и английский. Последний, к слову, стал самым популярным. Всего на тест зарегистрировалось свыше 26 тысяч человек. Уже в среду ребят ожидает химия. БелАВИА возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах. Бронирование и оплаты на каждом участке полета должны быть выполнены не позднее 36 часов до вылета. Количество питомцев ограничено и зависит от типа воздушного судна. С подробностями можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Леса Могилевской области открыты к посещению без ограничений. Актуальную информацию о районах, в которых вводится или снимается запрет, можно узнать на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства или в лесхозах непосредственно. Минздрав Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксирован 441 пациент с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразили 415 780 человек. Вакцина «Спутник Лайт» поступит в Беларусь в июле. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пенеевич. Сейчас в стране в основном применяется «Спутник Ви». Что касается ситуации с появлением вируса «Дельта» в Беларуси, глава ведомства уверил, ничего сверхъестественного в этом нет. Под Бобруйском полили из-за орудия. Здесь показали реконструкцию битвы за переправу через Березину вблизи деревни Щатково. Именно захват этого плацдарма позволил войскам 1-го Беларусского фронта замкнуть немцев в котле. За боем наблюдали свыше 2000 зрителей. Сегодня, конечно, никто не испытывает страх. Но стараются реконструкторы на славу. Максимально подробно показывают масштаб и нерв военных действий. По замыслу на дворе 28 июня 1944-го. Деревня Щатково уже третий год находится под оккупацией немецких войск. Солдаты и офицеры вермахта ни о чем не догадываются. Советские войска начинают форсировать Березину. Атаку поддерживает артиллерия. Су-76 врывается в село. Завязывается бой. Немцы вынуждены отступать. Советские войска занимают оборонительные рубежи и готовятся отражать контрнаступление врага. Из лесополосы выходят фашисты. Пехоту поддерживают артиллерия и танки. После нескольких часов боя советские войска побеждают. Деревня Щаткова освобождена. Уже на следующий день, 29 июня, войска 1-го Белорусского фронта уничтожат противника в Бобруйском котле. К концу лета 1944-го на территории БССР не останется ни одного фашистского оккупанта. За время Великой Отечественной на территории нашей страны враг уничтожил 209 городов и больше 9 тысяч деревень. Погиб каждый третий. А потом победа. Не только праздник, но и память. Вот мы посмотрели с вами, там 30-40 минут боя, да. А я стоял, рядом стояли взрослые пожилые люди, они пускали слезу. И нашему молодому подрастающему поколению это очень полезно. Для Бобруйского района столь масштабная реконструкция новинка. В ней участвуют свыше 100 человек. Порядка 10 единиц техники, Су-76, полуторки, две пушки ЗИС-3, орудия Красной Армии. Со стороны немцев были легковые автомобили, Мерседес, Панцер-3. Была зенитная установка, 27-мм флаг. Здесь можно сфотографироваться, побывать в военном лагере, забраться на танк и пострелять из пулемета «Максим». Было все как в живую, и ощущение такое, что не хотелось бы там быть. Не хотелось, чтобы это повторилось. Ей понравилось очень красиво, реалистично. Достаточно информативно, то есть отрывки, вот эти вот комментарии, они, ну, для меня лично информативны. Организаторы отмечают, в следующем году реконструкция повторится. И пусть кровь на лицах солдат не настоящая, многие усвоили. Война – это страшно. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.